Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 1, урок 24. Изобрази одновременное движение героев сказок по координатному лучу. Заполни таблицы. Переменная х обозначает координату движущейся точки. Переменная d – расстояние между точками. Проанализируй, как изменяется расстояние во всех четырех случаях движения. Уменьшается или увеличивается. И на сколько? Сделай вывод. Задача номер 1. Встречное движение. Расстояние, на которое сближаются объекты за единицу времени, называется скоростью сближения. Скорость сближения равна v1, скорость первого тела, плюс v2. Скорость второго тела. Заполним таблицу. Переменная х обозначает координату движущейся точки. То есть в начале своего движения Мальвина находилась в точке с координатой 3, а Буратино находился в начале своего движения в точке с координатой 12. Чтобы найти расстояние между Мальвиной и Буратино в начале движения, мы должны от 12 отнять 3. И мы узнаем расстояние. Через 1 минуту, которую проделала Мальвина, за 1 минуту передвинулась, она оказалась в координате 5, так как за 1 минуту она передвигалась на 2 единицы. А Буратино за 1 минуту передвигался на 1 единицу, так как скорость его передвижения 1 единица в минуту. Наши герои движутся навстречу друг другу. Через 1 минуту Мальвина оказалась в точке с координатой 5, а Буратино оказался в точке с координатой 11. Расстояние между ними через 1 минуту стало равно 6, так как 11 минус 5 равно 6. Так как Мальвина движется со скоростью 2 единицы в минуту, то через 2 минуты она окажется в координате 7. 2, умноженное на 2, будет 4, прибавить 3, получится 7. Это формула зависимости Мальвининого движения. Формула зависимости движения Буратино 12 минус 1, умноженное на t, так как он движется в направлении противоположном, направлению координатного луча. 12 минус 1, умноженное на 2, равно 10. То есть Буратино через 2 минуты будет находиться в координате 10, а Мальвина через 2 минуты будет находиться в координате 7. Расстояние между ними равно 3. По прошествии 3 минут Мальвина окажется в координате 9, так же как и Буратино. Сделаем вывод. Скорость сближения равна скорость Мальвина плюс скорость Буратино, то есть 1 прибавить 2, 3 единицы в минуту. Вывод. Персонажи сближаются на 3 единицы в минуту. То есть через 3 минуты после начала своего движения они встретятся в точке с координатой 9. Второе движение – это движение в противоположных направлениях. Расстояние, на которое удаляются объекты за единицу времени, называют скоростью удаления. Движение в противоположных направлениях равно скорости удаления. Скорость первая, скорость первого объекта Синьора Помидора плюс скорость второго объекта – это наш Чиполлино. Мы найдем скорость, на которой объекты удаляются друг от друга. Заполним таблицу. В начале своего движения Синьор Помидор был в точке с координатой 6, а Чиполлино был в точке с координатой 10. Прошла 1 минута, и Синьор Помидор удалился на 2 единицы, то есть так как его скорость 2 единицы в час. Через час Синьор Помидор окажется в точке с координатой 4, а Чиполлино окажется в точке с координатой 13, так как он движется за час 3 единицы. Скорость его передвижения за час. Чтобы найти расстояние между Синьором Помидором в начале движения, мы должны были от 10 отнять 6. Оно равно 4. Чтобы найти расстояние через 1 минуту, мы должны от 13 отнять 4. Расстояние между ними стало равно 9. Через 2 минуты координата Синьора Помидора стала равна 2, а координата Чиполлина 16. Через 3 минуты Синьор Помидор попадает в начало координат, а Чиполлина в координату 19. Расстояние между ними 19 единиц. Формула зависимости Синьора Помидора такова. 6 минус 2 умноженное на t. 2 – это скорость, t – это время, а 6 – это начальная координата. Так как помидор движется в сторону противоположную направлению нашего координатного луча, то мы ставим знак минус. А 10 прибавить 3 умноженное на t – это формула зависимости движения Чиполлина. 10 – это начальная координата. 3 – это скорость его движения в час. t – это время. Чтобы найти расстояние между движущимися объектами, мы от первой координаты, от большей координаты отнимаем меньшую координату в зависимости от нашего координатного луча. Скорость удаления равна v1 плюс v2 равно 2 прибавить 3 равно 5 единиц в час. Делаем вывод. Персонажи удаляются на 5 единиц в час друг от друга. То есть скорость сближения и скорость удаления находятся в знаке плюс. Рассмотрим третье движение. Это движение вдогонку. Данные сказочные персонажи – это крокодил Гена и Чебурашка. Вы видите, что Чебурашка движется в направлении движения координатного луча, так же, как и крокодил Гена. Только здесь скорость сближения у них будет находиться знаком минус. То есть мы от v1 отнимаем v2. Такова скорость сближения при движении друг за другом. Заполним таблицу. В начале своего движения крокодил Гена находился в точке с координатой 0, а Чебурашка в точке с координатой 12. Расстояние между ними было равно 12 единицам. Через одну минуту крокодил Гена оказался в точке с координатой 5, так как он двигался 5 единиц в секунду, а Чебурашка двигался со скоростью 1 единица в секунду, и он оказался в точке с координатой 13. Расстояние между ними 13 минус 5 равно 8. Через 2 минуты от начала своего движения Гена будет находиться в точке с координатой 10, а Чебурашка в точке с координатой 14. Через 3 минуты своего движения Гена будет находиться в точке с координатой 15, так же как и Чебурашка. Можно сделать вывод, что через 3 минуты от начала движения крокодил Гена догонит Чебурашку, так как скорость сближения находится по формуле В1 минус В2, то есть 5 минус 1. 4 единицы в секунду. Персонажи сближаются на 4 единицы в секунду. Рассмотрим четвертое движение. Данное движение мы называем движение с отставанием. Движение с отставанием находится по формуле В1 минус В2. Заполним таблицу. Данными сказочными героями у нас будет Пончик и Незнайка. В начале своего движения Пончик находится в точке с координатой 2, а Незнайка в точке с координатой 7. Расстояние между ними на данный момент 5 единиц. Проходит 1 час. Пончик передвигается на 1 единицу, то есть в данном случае он будет находиться в точке с координатой 3, а Незнайка передвигается на 3 единицы в час. Следовательно, точка, в которой он будет находиться через 1 час, это будет точка с координатой 10. Найдем расстояние между ними через 1 час после начала движения. 10 минус 3 равно 7. Через 2 часа Пончик будет находиться в точке с координатой 4, а Незнайка в точке с координатой 13. Расстояние между ними равно 9 единиц. Через 3 часа после начала движения Пончик будет находиться в точке с координатой 5. Так как 1 умноженное на 3 будет 3, прибавить 2, получаем 5. А Незнайка 3 умноженное на 3 – это 9 и плюс 7 равно 16. Незнайка будет находиться в точке с координатой 16. Расстояние между ними через 3 часа будет равно 11. Формулы зависимости движения Пончика. 2 прибавить 1 умноженное на t, где 2 – это начальная координата, 1 – это скорость за единицу времени, t – это время. Знак плюс движения Пончика направлено в сторону направления координатного луча. Так же, как и передвижение Незнайки, Незнайка также движется в сторону, куда направлен наш координатный луч. Поэтому мы пользуемся знаком плюс. 7 – это начальная координата Незнайки, 3 – это его скорость в единицу времени, и t – это время, на которое передвигается Незнайка. Делаем вывод. Скорость удаления равна скорость 1 минус скорость 2 равно 3 минус 1. 2 единицы в час. Делаем вывод. Персонажи удаляются на 2 единицы в час. У вас возникли вопросы? Оставляйте свои комментарии под видео.